Американцы давно начали разработку новых высокоэффективных видов вооружения. В первую очередь, это гиперзвуковое ракетное оружие. Беспилотный ракетный глайдер HTV-2, разрабатываемый в рамках проекта DARPA Falcon, и маневренный космоплан X-41 характеризуются использованием гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей. X-41 способен нести боевую часть массой до 450 килограмм. Это позволяет применять как ядерные боеприпасы, так и вакуумные или бетонобойные противобункерные бомбы для уничтожения защищенных командных пунктов противника. Проект Boeing X-51 будет способен развивать скорость до 6400 километров в час. Впервые этот аппарат подняли в воздух в мае 2010 года. С тех пор было два неудачных старта, закончившихся разрушением глайдер. Устройство отделяется от самолета-носителя и затем разгоняется вспомогательным бустером на базе армейской тактической ракеты. Только по достижении скорости в 5400 километров в час включается воздушно-реактивный двигатель. Он и разгоняет X-51 до заданной скорости. Конечно, Россия должна была парировать такую угрозу. Сегодня соответствующие разработки времен СССР доводятся до ума. Вплоть до 90-х годов прошлого века у нас были передовые разработки в этой сфере и практически готовое изделие — ракета Х-90 проекта «Гала». По утверждению экспертов, Х-90 была успешно пущена со специально приспособленного для этих целей самолета и разогналась до скорости порядка 5400 километров в час, что и является границей гиперзвука. Но потом настали благословенные либералами 90-е, и проект был закрыт. Недавно известный американский военный экспертный центр James Information Group рассказал, что коварные русские недавно запустили изделие под условным названием «Ю-71» с полигона «Домбаровский». Действительно, в ромках сверхсекретного проекта под кодовым наименованием «4202» Россия с 2009 года работает над боевым гиперзвуком и собирается оснастить перспективную межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» изделием «Ю-71». Новый российский гиперзвуковой летательный аппарат способен разгоняться до 11 тысяч километров в час и рассчитан на обычную или ядерную боеголовку. При таких гигантских скоростях аппарат может маневрировать, поэтому его невозможно перехватить даже новейшими системами ПРО. Американская пресса отреагировала на испытания нашего гиперзвукового глайдера «Ю-71». Многие газеты открыто заговорили о том, что у американской стратегии молниеносного глобального удара появился серьезный конкурент. The Washington Times. Пробные запуски с полигона «Домбаровский» в феврале 2015 года свидетельствуют о том, что Россия активно разрабатывает гиперзвуковые транспортные средства, которые могли бы серьезно увеличить возможности ее стратегических ракетных сил. Так что Россия не отстает в таком важном типе вооружения, как гиперзвуковые ракеты и глайды. Однако выход на арену этого оружия делает необходимой разработку нетрадиционных средств обнаружения и противодействия гиперзвуковым ракетам. От наличия такого антигиперзвукового зонтика будет зависеть не только наша национальная безопасность, но и безопасность наших союзников, поэтому на достигнутом нельзя останавливаться.